Дорогие соотечественники Клим Ворошилов Первый маршал страны Советов Здравия достойным! В самых первых словах этого рассказа я поздравляю всех моих зрителей с праздником победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. И пожелать хочу здоровья и всех благ всем тем, кто помнит и понимает, что именно советский народ внес самый значимый вклад в ту победу. И именно благодаря советскому народу, шедшему под красным знаменем, весь мир обязан хотя бы временному избавлению от коричневой чумы. Нельзя допустить не только малейшего умоления заслуг советского народа в этой войне, нельзя допускать даже на первый взгляд незначительных неточностей. Вы задумывались когда-нибудь, что такое абсолютная ложь? Так вот, все, что вы знаете о Клименте Ефремовиче из книг, кинофильмов и даже из официальных источников, и есть абсолютная ложь. Все знают, что врать нехорошо. Но одно дело мелкая ложь. Жена изменила мужу, а сказала, что была у подруги. Обидно? Да, обидно. Подло? Да, подло. Муж был у любовницы, а сказал, что выпивал с друзьями. Это еще один пример лжи и подлости человеческой. Причем все понимают, что это подлость и все осуждают такое. Но это не абсолютная ложь. Абсолютная ложь страшна тем, что большинство людей повторяют ее, принимают ее за истину и не понимают, насколько это подло и опасно для всех. Хрущев и его подельники, оклеветав Ворошилова, оклеветали не только его лично. Они оклеветали целую эпоху. Оклеветали целиком то время, время эпохальных побед и свершений. Оклеветали советский народ. На 20-м съезде КПСС Хрущев, выполняя указания своих западных хозяев, обвинил Сталина во всех смертных грехах, объединив все эти обвинения в одном определении – культ личности. Это обвинение вызвало только недоумение у трудового народа всех стран. Еще жива была в народной памяти та душевная боль, которую вызвала смерть вождя. При известии о смерти Иосифа Виссарионовича люди, все советские люди, весь трудовой народ всего мира, независимо от национальности, пола и возраста, искренне скорбели и плакали. Как же, выражаясь современным языком, эта грязная ложь прокатила? Есть известная фраза, приписываемая Геббельсу, а на самом деле напечатанная в настольной книге национал-фашистов Адольфа Гитлера «Моя борьба». Эти господа исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой. Это соответствует их примитивной душе. Они знают, что в малом они и сами способны солгать, но уж очень сильно солгать, они, пожалуй, постесняются. Большая ложь даже просто не придет им в голову. Вот почему масса не может себе представить, чтобы и другие были способны на слишком уж чудовищную ложь, на слишком уж бессовестное извращение фактов. И даже когда им разъяснят, что дело идет о лжи чудовищных размеров, они все еще будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что, вероятно, все-таки здесь есть доля истины. Вот почему виртуозы лжи и целые партии, построенные исключительно на лжи, всегда прибегают именно к этому методу. Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. Солги только посильней. Что-нибудь от твоей лжи да останется. Конец цитаты. Именно так и действовала клика Хрущева, как по писанному. К великой лжи о Сталине они добавили великую ложь о Ворошилове. Дескать, смотрите, кем окружил себя этот тиран, и недолго. Чистая правда в красивых одеждах ходила, грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся же ты у меня на ночлег. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, вправду впилась и осталась довольна вполне. Как вы поняли, это неполная цитата из Высоцкого, но не удержался и процитировал. Уж очень подходит. У меня много видеорассказов о Ворошилове, сделанных по книге Петра Балаева «Клим Ворошилов. Первый маршал страны Советов. Друг Сталина. Враг Хрущева». Но просмотров не очень много. Почему-то люди гораздо охотнее дискутируют на тему летающих тарелок или, скажем, Атлантиды, чем задумываются о прошлом своей родины. Самой великой страны, победившей фашизм. Я говорю об СССР. Совсем недавно Петр Григорьевич дополнил свою книгу о Ворошилове, и в Екатеринбурге было выпущено второе издание этой книги «Исправленное и дополненное». Скажу вам по секрету неожиданного и шокирующего в этой книге больше, чем в рассказах об Атлантиде. Из нее понимаешь, что действительно нет предела человеческой лжи и подлости. Поинтересуйтесь и пройдите по ссылке в описании. Возможно, у вас хватит смелости прочитать эту книгу и узнать правду. В этой книге интересно все. Обычно я не читаю предисловие, не в обиду авторам, но, как правило, предисловие довольно муторное и хочется быстрее перейти к действиям. У Балаева я с интересом даже предисловие прочитал. Сам прочитал и вам зачитаю. Предисловие автора ко второму изданию. Меня предупреждали, что этого делать нельзя. Сразу, как только я начал в сети публиковать первые черновые отрывки из книги о Ворошилове, в виде глав, которые начинались с цитирования материалов 22-го съезда КПСС, уважаемые люди открыто предупреждали, что это поставит под угрозу набираемую мной после выхода первых двух книг популярность как исследователя истории революции и процессов, происходивших после нее в СССР. Разумеется, ту популярность, которую могут создать уважаемые люди, известные персоны из среды историков и публицистов. И меня не обманывали насчет угрозы. В этой книге впервые представлено читающей публике то, что до сих пор боятся делать остальные историки, даже те, кто у публики имеют репутацию левых борцов за восстановление исторической правды о времени СССР, особенно сталинского периода. Я включил в структуру биографии Климента Ефремовича Ворошилова выдержки из выступлений членов ЦК КПСС на 22-м съезде. Прочитав их, вы поймете, почему официально историческая наука, занимающаяся тем периодом, и историки левого направления с удовольствием, даже с упоением, занимаются критикой, происходившего на знаменитом 20-м съезде КПСС, но упорно отводят глаза от 22-го. Именно от того съезда партии, после которого из мавзолея было вынесено тело Сталина. Вы поймете, зачем нужно было Чуеву сочинять, не пересказывать, а сочинять беседы с Молотовым, в которых первый маршал представлен трусом, предавшим Сталина. Кроме того, что 22-й съезд поставил точку в истории СССР как государство советов, этот съезд носил характер не только антисталинский, но и антиворошиловский. Это первая моя книга, с которой я начал разбирать завалы того, что историографии, начиная еще с хрущевских и брежневских времен, нанесено на историю СССР. Поэтому в ней есть неточности. Это было началом моей работы. В частности, там есть ошибочная оценка роли Лаврентия Павловича Берия. Я специально для второго издания не стал вносить правки в текст, убирая из него ошибочные оценки. Во-первых, я не стыжусь ошибок, не скрываю их, а исправляю, что и было сделано в последующих книгах. И во-вторых, читатель должен видеть и понимать, насколько грандиозно были оболганы выдающиеся руководители партии и государства, как трудно разбирать эти завалы лжи и клеветы, которые часто преподносятся даже под маскировкой защиты Иосифа Виссарионовича Сталина. С уважением, Петр Балаев. Ну как, просыпается интерес? Совсем недавно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что уважение к истории, культуре, памяти предков, а также почитание семьи и незыблемости границ определяет развитие и судьбу страны. Большинство разделяет закрепление этих принципов в Конституции. И это говорит о многом. В том числе это говорит о недопустимости лжи на государственном уровне. Необходимо всеми силами искоренять и историческую ложь. Вообще даже природа-матушка не терпит лжи. Люди вспоминают температуру воздуха летом 1953-го. Говорят, было как в марте. Вот и сегодня, когда я пишу этот сценарий, май 2024-го года, в Москве Сергей Собянин заявил, что в жилых домах и социальных объектах снова включат отопление. Точную дату подачи отопления чиновник не назвал, а москвичи с нетерпением ждут ответа на один вопрос. Когда же дома снова станет тепло? Корреспонденты позвонили на горячую линию ПАО-МОЭК и узнали, что отопление начали давать сегодня, 7 мая. Опять, как в марте. Вот люблю я отклоняться от темы, каюсь. Продолжу по книге и зачитаю предисловие автора к своему труду. Этот рассказ полностью совпадает с моими воспоминаниями детства, что неудивительно, ведь мы ровесники. Совпадает, конечно, не в частностях, а в общем настроении, в воспоминаниях старших поколений, которые мы слышали в детстве. Итак, предисловие. Таких людей уже нет. Он был одним таким. Первые запомнившиеся мгновения детства, самое яркое, что врезалось в сознание. Мне 4 года. Дедушка Павел Карпович подобрал в поле оставшегося без матери косуленка. Полисадник. Я собираю и ем малину, а косуленок Мишка ее ворует у меня из рук. Хмельные Павел Карпович и его брат Дед Коля. Я в первый раз видел, как плачут взрослые люди. Как они сквозь слезы пели какие-то песни про псов-атаманов, любимого наркома, который поведет их по дороге знакомой, первого маршала и Сталина. Как врагов сокрушали у озера Хасан. Как имя Ворошилов запомнил польский пан. Что-то сердито сказала зашедшая в дом бабушка Таня. Сверкающая наградная шашка в руках Деда и рухнувший перерубленный фикус толщиной с приличную сосну. Крошева стульев. Убегающая бабушка. Во дворе виск разрубленного на две половины поперек кабана, откармливаемого к Новому году. И посеченный штакетник забора. В 1979 году от рака желудка умерла бабушка Таня. Дед очень сильно тосковал и упросил моих родителей отпустить меня, своего самого любимого внука, пожить к нему. Вечера с рассказами дедушки о его жизни, о любви к покойной жене, о войне. Я ему как-то напомнил тот случай, когда он буянил с шашкой. Узнал, что это было в день смерти Климента Ефремовича Ворошилова. Таких людей уже нет. Он был одним таким. Это слова деда. Так и остался мой дедушка для меня непонятным и загадочным человеком. Юношеское раздолбайство. А теперь горькое чувство упущенного. Сидеть бы сейчас перед Павлом Карповичем и старательно записывать все, что он говорил мне теми вечерами. Ушло поколение наших дедов, унеся память о своей жизни с собой. Мы своей малолетней глупостью, увлеченные собственной молодостью, только едва притронулись к той памяти, выхватив из нее куцые фрагменты. Поколение абсолютно непонятных нам людей. Простой конюх, вообще никогда не учившийся в школе, точнее учившийся в церковно-приходской школе. И то меньше месяца. И книжная полка в доме с многочисленными мемуарами. Самое первое издание воспоминаний и размышлений Жукова. И любимая, часто перечитываемая книга «Пройденный путь» Семена Михайловича Буденного. С обложкой, бережно обернутой газетой. Куда-то исчезнувшие после смерти дедушки письма. Там и письмо, и поздравительная открытка бывшему старшине-сверхсрочнику, первой конной от маршала Буденного. Рассорившиеся родственники не посчитали нужным прислать мне телеграмму, когда умер Павел Карпович. Делили наследство. Непонятная мне, советскому школьнику, откровенная ненависть ко всем коммунистам с копом. Коммунистам тех лет. Презрение к Брежневу, день рождения которого был в один день с дедовским. Слова Павла Карповича, когда в телевизоре возникла фигура дорогого Леонида Ильича, смачно целующегося с мужиками. Опять налакался, сволочь. И в те годы вообще дико звучавшее для меня его утверждение, что тогда при Сталине они жили счастливо. А сегодня? Брат дедушки Николай Карпович, ушедший на фронт рядовым и закончивший войну уже на Дальнем Востоке, командиром роты, уволенный из армии в годы Хрущевщины. Их с дедушкой воспоминания о войне без всякого нытья о лишениях и страданиях, фронтовые хохмы и тосты за погибших. Дед Коля включает телевизор, начинается передача Константина Симонова «Солдатские мемуары». Ну, кто там сегодня у него сопли размазывать будет? Что-то другое нам, тогдашней молодежи, всучили вместо советской истории. Вместо реальной истории жизни наших дедов. Какую-то муть в виде воспоминаний, тщательно отобранных ветеранов о муках и страданиях. А дед мне рассказывал потом вечерами о Клементе Ефремовиче, о его храбрости, как красноармейцы любили своего наркома, как они молодыми хотели быть похожими на него, о подвигах во время гражданской, о знаменитом коне Маузере. Я почему-то не верил его словам. Не верил о том, что в Великую Отечественную войну командовали всеми войсками и разрабатывали все операции Сталин, Ворошилов, Буденный, Тимошенко. Все вместе они назывались Ставка. Нам уже тогда внушили командующие фронтами главные фигуры. Не верил тому, что Ворошилов был умнее и образованнее, как Павел Карпович говорил, чем все профессора с копом. Что его смертельно боялись коммунисты до самой его кончины. На радостях даже грандиозные похороны организовали, продержав до смерти чуть ли не под домашним арестом. Первое чувство, возникшее, когда я стал собирать по кусочкам сведения о жизни и деятельности Климента Ефремовича, грандиозность масштабов и бессовестность лжи, сваленной на этого человека. Сегодня самым оболганным считается у нас Лаврентий Палыч Берия. Но это не совсем так. Берия даже у хрущевской сволочи представлен коварным, но умным. Это ложь, конечно, но ложь не настолько оскорбительная, как то, что вылилось на Ворошилова. Своего самого страшного врага они выставили в наиболее гнусном свете. Из Климента Ефремовича изобразили дурака. Этакого ущербного умом клеврета Сталина, который нужен был вождю только для борьбы со своими противниками в армейской среде. Больше никакой ценности он собой не представлял. Потом уже из понимания этой лжи начало формироваться представление о Ворошилове как об одном из близких соратников Сталина. И опять начались нестыковки. Не получался из Климента Ефремовича соратник. Вернее, не совсем он соратником был. Слишком велика его фигура для просто соратника. Слишком открыто эти два великих человека дружили. Мы сегодня наблюдаем настоящий бум интереса к Сталину и его времени. Публикации, исследованиям, посвященных со счета сбиться можно. Но обратите внимание, во всей массе работ на эту тему, именно личность Климента Ефремовича не вызывает никакого, абсолютно никакого интереса. Довольно далекий от вождя Берия есть, Молотов есть, Маленков, Каганович. А о человеке, о котором песни сочиняли, который в песнях и на фотографиях рядом со Сталином. Существует колоссальный фотоархив, где они запечатлены в самой разной обстановке рядом и видно из фотографий, что они близки настолько, насколько могут быть близки самые лучшие друзья. Почти братья. Ничего. И никому из историков-сталинистов личность Ворошилова не интересна. Извините, но такую заметную фигуру рядом с вождем сознательно обойти молчанием невозможно. Обязательно о нее споткнешься. Но обходят. И ведь Климент Ефремович заметен не только близостью к Сталину. Старейший член партии большевиков. Виднейший деятель революционного движения. Человек, который по воспоминаниям современников пользовался особым расположением Владимира Ильича Ленина. Был частым гостем в кабинете Ильича, когда возглавлял градоначальство Петрограда и участвовал в создании ВЧК. Практически полностью вычерпнут из историографии революции. Последнее упоминание только у биографов в начале 70-х годов прошлого столетия. Дальше забвение. Только когда я сам начал пробовать ставить фигуру первого маршала на то место, которое он в реальности занимал в истории нашей страны, я осознал причину такого к нему отношения. Роль, значение, деятельность Климента Ефремовича превращает в труху, в нагромождение нелепиц все брежневские и современные исторические концепции русской революции, гражданской войны, времени предвоенного строительства, существенно меняет представление о советском руководстве в Великой Отечественной войне и полностью уничтожает все, что напридумывали сталинисты о смерти Иосифа Виссарионовича и последующих событиях, приведших к распаду СССР. Пока я делаю всего лишь попытку хоть немного очистить имя первого маршала от грязи и клеветы, оценить его выдающуюся роль в истории нашей Родины и показать, как наша история будет выглядеть, если в ней первый маршал займет свое достойное место. Да. Я, Александр Чукланов, подписываюсь под каждым словом. И что удивительно, это предисловие к своей книге написал Балаев Петр Григорьевич. В нем описаны события его детства, рассказано о его родственниках, указаны их имена и отчества. Но стоит вместо их имен подставить другие имена, имена тех людей, которые мне рассказывали то же самое, только, возможно, другими словами, и это уже станет моим воспоминанием. Возможно, это не особо интересно, но расскажу пару слов о себе. С детства в моей голове образ Сталина находился рядом с образом Ленина. Я даже не понимаю сам, как такое получилось, ведь я не застал вождя при его жизни, а сразу после смерти его оболгали. В нем мне нравилось все. Его внешность, его улыбка, даже его акцент. С детства запомнились поездки с родителями на Черное море, где на подъезде к курортной зоне в поездах продавали фотографии Сталина и календари с его портретами. Запомнилось чтение писем с фронта, которые читали всей семьей вечером в День Победы или в другой праздник, когда приходили в гости папина сестра со своим мужем. Эти письма писал с фронта папин старший брат, не вернувшийся с той войны. Бывало, что муж папиной сестры, Петр Павлович, комментировал эти письма. Он хорошо знал папиного брата. Учились они в одной школе в параллельных классах. Вместе и на фронт ушли после окончания школы. Только один попал в школу офицеров связи, а другой в артиллерийскую. Всего полгода обучения и на фронт. Один вернулся, а второй нет. Сколько же в этих письмах искренней любви к родителям и братику с сестричкой, и в то же время к родине и вождю. По моему глубокому убеждению, человек, которого любили как родного, не мог быть таким, каким его сделали Хрущев со своими приспешниками. Эти убеждения я пронес через школу и институт, временами отстаивая их на уроках и семинарах по истории, временами в кругу друзей. После того, как Горбачев занял пост генерального секретаря КПСС, количество пострадавших от рук тирана Сталина стало расти как на дрожжах. Стали появляться книги, так называемого Суворова, где клевета на Сталина и Советский Союз стало намного тоньше и умнее. Волкогонов от души погломился на могиле вождя. Было много других писунов. Всех не упомнишь. Но наряду с ними с начала нового века стали появляться книги, реабилитирующие Сталина. Вот оно, свершилось. И я поглощал эти книги, как озверевшие от голода. Где-то что-то попадалось, от чего было неприятно где-то внутри, далеко. Почему они все признают, что Сталин устроил политический террор в конце 30-х? Ага, вот объясняют, что террор был, но гораздо меньших размеров, и Сталин был вынужден на него пойти. Ну, хоть что-то. Думал я и глотал, и переваривал подобную информацию, хотя в душе все равно не до конца принимал ее. Ворошилов. Ворошиловский стрелок. Знакомое с детства звание. Просто нечего добавить. Военная ордена Ленина, краснозаменная ордена Суворова, Академия Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени Климента Ефремовича Ворошилова. Не какая-нибудь Академия тыла и транспорта, хотя тоже нужная, Академия Генштаба. Город Ворошиловград. Находился рядом с моим местом жительства, и в детстве даже телевидение в моем городе было из Ворошиловграда, а не из Ростова-на-Дону. Главный создатель Асвиахим. Ворошилов. Член Ставки Верховного Главнокомандования. Ворошилов. Член Государственного Комитета Обороны. Ворошилов. На фото рядом со Сталином. Ворошилов. А чем знаменит? Где себя проявил? Какое сражение выиграл? Тишина. И мертвые с косами стоят. Помогли мне разобраться со всем этим книги Петра Балаева. Не сомневайтесь, и вам помогут. У него или лопата специальная, или копает лучше. В этом я убеждался не один раз. В книге Клим Ворошилов сочетаются сразу два произведения. Первое – это биографическая повесть или жизнеописание Климента Ефремовича. А второе – наиболее острые выдержки из стенограммы 22-го съезда КПСС с комментариями автора, сделанными в художественной манере от имени главного героя книги Климента Ефремовича Ворошилова. И вот это второе произведение я вам хочу сегодня зачитать. Такого вы не читали, и это я могу утверждать на все сто процентов. Начнем. 17 октября 1961 года открылся 22-й съезд КПСС. После процедур избрания президиума и комиссий утверждение повестки и регламента первым на съезде выступил с отчетным докладом Никита Сергеевич Хрущев. Много чего он говорил об успехах СССР и о поражении империализма. Пообещал советскому народу построить коммунизм через 20 лет. Обещать нужно было много, никак не меньше коммунизма. Потому что за высосанными из пальца цифрами статистики, отмечающей невиданный рост производства и благосостояние народа, стояла совсем другая картина. Ликвидация после 20-го съезда сталинских принципов в экономике, отмеченная безумным освоением целинных земель с авнархозами, диким перекосом в приоритете производства средств производства над товарами народного потребления, уничтожением общественной, как и кооперативной собственности, отмена из сталинских принципов оплаты за труд уже давала свои плоды. Начали ползти вверх цены на товары. Цены, которые при Сталине ежегодно снижались. Полки магазинов пустели. Появилось понятие в торговле «дефицит». Зарплаты, которые при Сталине росли, стали уменьшаться. О самом Хрущеве люди сочиняли оскорбительные частушки. За столом президиума съезда в цивильном костюме сидел абсолютно седой старик. Грубые черты лица которого и жесткий взгляд выдавали в нем военного человека. Первый маршал страны. Климент Ефремович Ворошилов. В 1961 году ему исполнилось 80 лет. Он ждал главных слов в докладе генерального секретаря ЦК КПСС Хрущева. Тех слов, которые должны были обозначить, зачем именно этот съезд и был собран. Что он должен был сделать, чего не было в повестке. Наконец Никита Сергеевич в своем выступлении перешел к вопросам партийного строительства. И его прорвало. Размахивая кулаками и брызгая слюной, первый секретарь почти зашелся в истерике. Ленинский курс, выраженный 20-м съездом, пришлось первое время проводить в условиях ожесточенного сопротивления со стороны антипартийных элементов, рьяных приверженцев методов и порядков, господствовавших при культе личности, ревизионистов и догматиков. Против ленинского курса партии выступила фракционная антипартийная группа, в которую входили Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шипилов. В зале присутствовала делегация китайских коммунистов. Ее глава, один из величайших революционеров Джоу Эньлай и первый маршал переглянулись. Никита Сергеевич продолжал с трибуны гневную речь. Сговорившись на своих тайных сборищах, фракционеры потребовали внеочередного заседания президиума. Они рассчитывали осуществить свои антипартийные замыслы, захватить руководство партии и страной. Конец цитаты. Первый маршал усмехнулся в седые усы. Захватить руководство партии и страной. Ой, Никитка сам не понимал, что признавался в государственном перевороте. Вся антипартийная группа – это и было руководство страны. Ее член – Булганин, председатель Совета Министров. Остальные – первые заместители и заместители. А сам первый маршал – глава государства, председатель президиума Верховного Совета. На пленуме с признанием своих ошибок выступил товарищ Ворошилов, который заявил, что его попутали фракционеры, и что он полностью осознает свои ошибки и решительно осуждает их, как и всю подрывную деятельность антипартийной группы. Хрущев даже не посмотрел в сторону первого маршала, когда озвучил эту наглую ложь, с которой, собственно, и пошла байка о предательстве Ворошиловым самого Сталина и его дела. Не обошел вниманием в своем докладе Никита Сергеевич и Георгия Жукова. Грозно заклеймил бонапартизм незадачливого маршала. Климент Ефремович вспомнил, каким ошарашенным выглядел Жуков на пленуме ЦК КПСС, специально собранным для расправы с бонапартизмом. Георгий Константинович так и не понял, за что ЦК, верным псом большинства которого он был, так безжалостно и несправедливо с ним обошелся. А может быть и уже понял. Заказчику убийства наемный убийца был не нужен. После исполнения заказа наемник становится опасным. Будет либо шантажировать, либо исполнит заказ другого. Ну или самостоятельно. Не стоило бы Георгию Константиновичу идти на поводу заговорщиков. Теперь висит на его совести Лаврентий Павлович и с антипартийной группой расправиться он очень сильно помог. Будет выкинутым в отставку, сидя в пустой даче, краденое, кстати, трофейное имущество, ему так и не вернули. Размышлять до конца жизни о своем предательстве главнокомандующего. Променял свою славу на барахло. Первый маршал был готов многое услышать на съезде, но то, что почти в самом конце своего доклада ляпнул Никита, почти оглушило. Во всех делах партии рядом с ней идут массовые организации трудящихся. Советы, профсоюзы, комсомол, кооперация. Конец цитаты. Видно было, как в ложе китайской делегации со своего места едва не вскочил Джоу Эньлай. Это была настоящая сенсация. Вы вдумайтесь. Объявление о ликвидации советской власти в СССР. Теперь Советы перестали быть органом диктатуры, пролетариата. Перестали быть органом власти. Стали общественной организацией. Ну, как кооперация. Мечта Зиновьева о диктатуре партии воплотилась в жизнь. 17 октября 1961 года с трибуны 22-го съезда КПСС Хрущев объявил о ликвидации Советского Союза. Никита Сергеевича несло дальше. В нашей экономической, да и не только экономической литературе, например, долго имел хождение тезис, что при социализме платежеспособный спрос населения якобы должен опережать производство, что в этом будто бы заключается даже особое преимущество социализма перед капитализмом. Одна из движущих сил нашего развития – это явно ошибочное утверждение, противоречащее марксистко-ленинскому учению о соотношении производства и потребления, возникло на почве некритического догматического восприятия ошибочного тезиса Сталина о том, что в СССР рост потребления покупательской способности масс все время обгоняет рост производства. «Последователей такой точки зрения не смущало то обстоятельство, что они по существу оправдывали нехватку предметов первой необходимости, консервировали порядки и психологию карточной системы. Социалистическое хозяйство – плановое хозяйство. Мы можем и обязаны всесторонне учитывать спрос населения при планировании объема и характера выпускаемой продукции». Конец цитаты. Первый маршал едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Он сразу уловил скрытый смысл сказанного. «Так вот, куда ты загнул, Никита? Теперь не производство будет гнаться за удовлетворением спроса, а вы сами будете спрос определять. Всесторонне учитывать спрос населения». «Вас же Георгий Маленков предупреждал, что вы с огнем играете, нельзя допускать такую огромную диспропорцию в темпах роста группы А по сравнению с производством товаров народного потребления. Вы народ без товаров оставите. А теперь вам мешают деньги на руках у людей, их обеспечить нечем. Теперь вы цены повышаете и заработки понижаете. Уже стахановцев ликвидировали». На душе у первого маршала было мерзко. «Было очевидно, куда ведут страну эти сволочи. Они намеренно будут дискредитировать социализм». На трибуду поднялся первый секретарь ЦК КПУ Подгорный. Долго и с наигранным воодушевлением рассказывал об успехах. Конечно, он не упомянул, что успехами он обязан своему предшественнику Кагановичу, на которого после войны взвалили восстановление Украины. По регламенту время докладчика заканчивалось, но главных слов еще сказано не было. Первый маршал уже стал думать, что у Подгорного проснулась совесть, но нет, самое вкусное было заготовлено на десерт. В отчетном докладе абсолютно правильно указывается, что Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов оказывали сопротивление линии партии на осуждение культа личности, развязывание внутрипартийной демократии, на осуждение и исправление всех злоупотреблений властью, на выявление конкретных виновников репрессий, ибо они несут персональную ответственность за многие массовые репрессии в отношении партийных, советских, хозяйственных, военных и комсомольских кадров. Основной упор Подгорный сделал, конечно, на антипартийной деятельности Лазаря Моисеевича. Поток его грязной лжи закончился словами. «Я, товарищи, считаю, что Каганович нанес партии народу очень много вреда. Это перерожденец, у которого давно уже нет ничего коммунистического. Мы считаем, что его действия несовместимы со званием члена Великой партии коммунистов». Конец цитаты. «Решили идти до конца, вплоть до исключения из партии», — понял Климент Ефремович, уловив одобрительное шевеление в президиуме. «Лазаря выгнать из партии». Это ж что за партия теперь будет? И в отчете ЦК КПСС правильно отмечается, что это было не случайно, ибо Маленков, Молотов, Каганович и Ворошилов несут персональную ответственность за многие массовые репрессии по отношению к лучшим кадрам нашей партии и государства. К так называемому «ленинградскому делу» от начала до конца надуманному и клеветническому. Кроме авантюриста Берия приложил руку Маленков. На совести Маленкова лежат гибель ни в чем не повинных людей и многочисленные репрессии. На его совести унижение достоинства и компрометация ленинградской партийной организации. Разве такой человек, как Маленков, мог с открытой душой принять осуждение культа личности? Конечно нет. Он сам не только участник, но и организатор извращений и беззаконий того периода. Аналогичный груз давил и на Молотова, Кагановича, Ворошилова и объединил их в стремлении к захвату руководства партии и страной для борьбы за сохранение порядков, существовавших в период культа личности. Конец цитаты. Это уже Спиридонов, первый секретарь ленинградского обкома, продолжал линию 22-го съезда. Первый маршал ничему не удивлялся уже давно. Притупилась. Но становилось все противней. Выступления по отчетному докладу продолжались. После Спиридонова к трибуне вышел Мазуров, первый секретарь Белоруссии. Те же слова в адрес антипартийной группы. Обвинение в адрес Георгия Максимилиановича Маленкова. Только фамилия первого маршала не прозвучала в его выступлении. Побоялся белорусский секретарь за свой авторитет в главном партизанском крае. Там еще помнили, кто и какой вклад внес в развитие партизанского движения. Сменил Мазурова у трибуны первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Рашидов. Потом первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Кунаев. Оба они ни словом не обмолвились о культе личности. Те, кто к званию мужчины относился хоть сколько-нибудь щепетильно, пачкать себя совсем уж откровенной и подлой ложью не пожелали. Председательствующий на заседании Брежнев объявил перерыв. После перерыва заседание вел Косыгин. Слово с приветствием съезду было предоставлено Джоу Энлайю. Первый маршал вспомнил, как всего девять лет назад он и Коба встречали делегацию китайских товарищей, прибывших на девятнадцатый съезд. Никакой протокольной официальщины не было и в помине. Друзья и единомышленники обсуждали открывающиеся грандиозные перспективы союза двух братских великих народов. Не боялись спорить, отстаивая свое видение нюансов сотрудничества. Нет, не сотрудничества даже, а совместной работы. Так точнее. За девять лет очень многое изменилось. Было чувство, что изменился весь мир. И было горько, обидно, давило чувство вины. Не смогли удержать троцкизм. Русские, советские коммунисты не смогли. В который раз маршал спрашивал сам себя, виноваты ли они, старые большевики, в том, что верх в КПСС взяло недобитое охвостье. И не находил ответа. Он не привык оправдываться, тем более оправдываться перед самим собой. Встать и сказать, что они, он, Коба, Вячеслав, Георгий, Лазарь, прозевали возрождение в партии этой мерзости, было проще всего. Признанием смыть с себя вину проще всего. Чувство вины давило в подсознании, но разум с этим не соглашался. Пройдут десятки лет, и потомки будут изучать опыт большевизма. Будут задаваться вопросом, что произошло с партией. Как случилось, что верх в ЦК взяли откровенные негодяи. Первый маршал был уверен, что следующие поколения коммунистов, а они обязательно будут, правильно оценят все сделанное наследниками Ленина. И оценят, в каких условиях пришлось им жить и работать. Ошиблись в том, что поздно собрали съезд, тянули до 1952 года. Да, очистку в партии нужно было начинать раньше, но сначала страшная война. Потом еще более опасное время. Американцы были готовы к новой войне уже против СССР. А мы готовы не были. Мы не выдержали бы еще одного такого колоссального напряжения. Проблемы экономики были насущнее. Партийная работа ушла на второй план. Наш социалистический лагерь, состоящий из 12 братских стран от Корейской Народно-демократической Республики до Германской Демократической Республики, от Демократической Республики Вьетнам до Народной Республики Албании, представляет собой единое целое. Между нашими социалистическими странами и между нашими коммунистическими партиями осуществляется братская взаимная поддержка и сотрудничество на основе самостоятельности и полного равноправия. Мы должны теснейшим образом сплотиться воедино, должны беречь нашу сплоченность как зеницу ока и ни в коем случае не допускать никаких выступлений и действий, наносящих ущерб этой сплоченности. Конец цитаты. Из речи Джоу Инлая было видно, что китайские коммунисты не рассчитывали на то, что будет происходить на съезде. Они не ждали, что съезд, провозглашавший строительство коммунизма, на самом деле коммунизм станет хоронить. В президиуме вокруг первого маршала нервно заерзали, когда услышали перевод слов Джоу, которые на китайском языке прозвучали особенно резко. Мы считаем, что если между братскими партиями возникли к несчастью споры и разногласия, то следует их терпеливо разрешать, руководствуясь духом пролетарского интернационализма, принципами равноправия и достижения единства взглядов путем консультаций. Открытое одностороннее осуждение в адрес какой-либо братской партии не способствует сплоченности, не способствует разрешению вопроса. Стало ясно, что КПК линию съезда на подчинение всего коммунистического движения КПСС, обозначенную травлей албанцев, не поддерживает. Отступлю немного от текста Балаева и напомню моим зрителям то, с чего все начиналось в этом вопросе. Раскол в отношениях наметился после сближения Никиты Хрущева с югославским президентом Иосипом Бростита и усилился в результате политики десталинизации, которая началась после так называемого секретного доклада Хрущева на 20-м съезде КПСС. Эту политику Хрущев и его окружение распространяло на другие страны Восточного Блока, в том числе и на Албанию. Албанские коммунисты во главе с Инвером Хаджой восприняли действия Хрущева как противоречащее марксистко-ленинскому учению. Обвинение Хрущева в адрес Сталина, его заявление о культе личности вождя было расценено албанскими лидерами как оппортунистический акт, который должен был узаконить ревизионизм в международном коммунистическом движении. Полный разрыв отношений между странами в декабре 1961 года стал финальной точкой советско-албанского раскола, который происходил на фоне появления и углубления советско-китайских противоречий. В апреле 1960 года в Китае вышел сборник статей под названием «Да здравствует ленинизм», в котором китайские руководители открыто заявили о наличии разногласий с советской позицией в вопросах стратегии и тактики международного коммунистического движения. ЦК КПСС до июня 1960 года не принимал вопрос о содержании сборника, считая, что идеологические разногласия нужно рассматривать во время встреч руководящих деятелей обеих партий. 24 июня 1960 года открылось Бухарестское совещание коммунистических и рабочих партий социалистических стран, проходившее в рамках съезда Румынской рабочей партии, 20-25 июня. Заявленная цель конференции заключалась в установлении даты и места созыва предстоящего совещания Компартии всего мира. Рассматривалась только возможность проведения обмена мнениями, не принимая никаких заключительных деклараций. Но еще 21 июня ЦК КПСС разослал Компартиям информационную записку, в которой назвал теоретические взгляды китайских коммунистов ложными и вредными. Стало очевидным, что Бухарестское совещание превратится в обсуждение вопроса о разногласиях, которые возникли между Советским Союзом и Китаем. Энвер Хаджа, понимая настоящую цель конференции, отказался ехать в Бухарест. Албанию на съезде представляло только третье лицо в государственной иерархии, член политбюро ЦК АПТ Хьюсни Капо. Как и предполагалось, 24-26 июня состоялось два совещания. Первое среди представителей Компартии стран соцлагеря, второе – более представительное совещание, где собрались главы делегаций всех коммунистических и рабочих партий, принимавших участие в работе съезда румынских коммунистов. На всех совещаниях Хрущев выступал с осуждением китайских коллег. Советский лидер, называя поведение Мао Цзэдуна «сталинским», критиковал его интерпретацию марксизма-ленинизма за якобы отрыв теории от реалий современного мира. Все делегаты, кроме Албанского, поддержали Хрущева. Только Хьюсни Капо, руководствуясь инструкциями, которые он ежедневно получал из тираны от Хаджи, выступил в защиту китайских коммунистов и высказался против продления собрания с такой темой обсуждения. На 22-м съезде уже Джоу Эннлай заявил с трибуны съезда, что КПК линию съезда на подчинение всего коммунистического движения КПСС, обозначенную травлей албанцев, не поддерживает. Слово предоставляется товарищу Брежневу, председателю Президиума Верховного Совета СССР, объявил председательствующий. Первый маршал особенно внимательно разглядывал своего преемника на посту главы государства. Его давно интересовала эта фигура. Невозможно было не заметить, что именно Брежнев с группой молодых членов ЦК, центром которой высветился Николай Потоличев, были ядром заговорщиков, совершивших в партии переворот. Никита – это фигура временная, козел отпущения на случай неудачи. На июньском пленуме 1957 года и событиях ему предшествующих Президиуме по Хрущеву, компания Потоличева, когда они прибежали на заседание, высветилась окончательно, самыми активными были. За 1956-1961 годы в народное хозяйство нашей страны вложено больше средств, чем за все годы советской власти до 20-го съезда КПСС. Маршал едва удержался, чтобы не расхохотаться, когда услышал эти слова. Леня Брежнев явно даже не читал, какую чушь ему написали в доклад. Утруждать себя работой, даже корректировкой того, что ему готовили секретари, уже не говоря о том, чтобы самому свои выступления готовить, он не любил. Не для того, как, говорится, власть брали, чтобы утруждать себя. Фракционеры, догматики и маловеры, порвавшие связь с народом – Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и, примкнувший к ним, Шипилов, вступили в антипартийный сговор, направленный против ленинского курса, выработанного 20-м съездом КПСС. Отягощенные грузом прошлого и тех ошибок и преступлений, которые были совершены на этой почве и за которые они должны нести ответственность перед партией и народом, они не хотели смириться с восстановлением ленинских принципов и норм жизни и политики нашей партии. Как во внутренней, так и во внешней политике они были и остались ревизионистами, сектантами и безнадежными догматиками, цепляющимися за старые, сжившие себя формы и методы, отвергающими все новое, что зарождается жизнью и вытекает из интересов и развития советского общества. Конец цитаты. Леня, ты бы хоть определился до конца, кто мы, догматики или ревизионисты? Все в одну кучу свалил, маршалу даже весело стало. Пройдет совсем немного времени, когда будут подавлены силой выступления рабочих против политики КПСС и затормозившие развитие страны и окунувшие народ в уравниловку и перманентно убогую серую жизнь, когда во время подавления выступлений возмущенного народа компания Брежнева почувствует, что уже полностью контролирует партию, армию, КГБ и МВД, ставшего ненужным Никиту Хрущева тихо отправят на пенсию. Настанут райские времена для партийной номенклатуры. Быстро спивающийся Брежнев будет утруждать себя почти только чтением раз в четыре года на съездах партии подготовленных для него докладов, наполненных лживой статистикой успехов и достижений. Народ будет потешаться над его манерой произносить слова, едва ворочая челюстью после долгих дней запоя. Сначала для масс вбросят информацию, что Леня потерял челюсть на войне, и ему вставили вместо нее протез, потому ему так трудно говорить. Потом министр здравоохранения Чазов будет объяснять, что это из-за снотворного. Да, так сильно за страну он переживал ночами, что без колес даже спать не мог. Я много ласковых слов уже написал в адрес советских историков и, наверное, совершенно напрасно написал. Какие, к черту, историки в Советском Союзе могли быть, если Лысый Никита на 20-м съезде прямо объявил о ликвидации исторической науки? Ничего двусмысленного в его указании исправить книги по истории и написать новые не было. После этого единственным историком в стране стал идеологический отдел ЦК КПСС. Екатерина Фурцева, министр культуры СССР, будущая любимица продажной творческой интеллигенции. С вершины, которые мы достигли, ясно видны, и тот путь, который мы прошли, и та страшная пропасть, в которую нас толкали фракционеры Молотов, Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин, Первухин, Сабуров и примкнувший к ним Шипилов. Скажем прямо, это были опасные для нашей партии дни, и великое счастье, что июньский пленум Центрального Комитета дал единодушный, поддержанный всей нашей партией, отпор этой антипартийной группе, давно уже оторвавшийся от партии и народа, и в глубине души потерявший веру и в партию, и в народ. Борьба антипартийной группы против нового курса началась задолго до июньского пленума ЦК. Это был длительный процесс. Фракционеры выступали против восстановления ленинских норм, потому что в свое время сами участвовали в их попрании. Они были против реабилитации невинно пострадавших людей, потому что сами повинны в массовых репрессиях и грубых нарушениях законности, которые так трагически дорого обошлись нашему народу. Конец цитаты. Закончит Екатерина свою жизнь тоже творчески. В состоянии алкогольной депрессии вскроет в ванне себе вены, ну как трагическая поэтесса. Курировать образование и культуры после войны было поручено первому маршалу. Тысячи разрушенных школ, институтов, музеев, театров, нехватка кадров, средств, оборудования. Колоссальными, неимоверными усилиями все было восстановлено. Советское образование и советская культура выходили на лидирующие позиции в мире. После 22 съезда ни один деятель образования и культуры даже не заикнется о роли Ворошилова. Результат бессовестности этих деятелей нагляден. Дипломы советских вузов за рубежом не признавались. Не признавались даже капиталистами, которыми были нужны не дипломы, а специалисты. Но гимны о лучшем в мире советском образовании гремят до сих пор. А советская культура стала убого-профенциальной. У молодежи СССР она перестала к 70-м годам вызывать интерес. Страну захлестнула волна западного москульта. Анастас Микоян. Первый маршал никогда не считал его революционером и настоящим коммунистом. Особым доверием он и у Сталина не пользовался. Способный и грамотный руководитель, на своем посту в правительстве он был на месте. В политбюро не высовывался. Больше всего Анастас дорожил своей семьей, любимой Ашхин и детьми. Политический флюгер. Ему и приказали на съезде дать оценку сталинской экономической теории. Самую гнусную работу поручили. Сегодня уже можно твердо сказать, что 19-й съезд КПСС не был готов к тому, чтобы дать новую программу партии. Теперь всем ясно, что экономические проблемы социализма в СССР не могли лечь в основу новой программы. Партия должна была преодолеть ряд неверных представлений о переходе к коммунизму. Достаточно вспомнить, что накануне 19-го съезда в ходу были взгляды, будто стоит только обеспечить непрерывный рост производства, превратить колхозную собственность в общенародную, заменить товарное обращение системой продуктообмена между городом и деревней, добиться удвоения зарплаты, повысить культурно-технический уровень рабочих и крестьян, и тогда можно перейти к коммунизму. Это было упрощенное представление. Конец цитаты. Переврал ты, Анастас, идеей Кобы бессовестно. Конечно, но интересно, как вы сами будете коммунизм строить. Маршал с интересом слушал докладчика. Колхозная собственность не только не тормозит развитие производительных сил социалистического общества, но и, напротив, способствует движению нашего общества к коммунизму. Диалектика развития такова, что проблема создания единой коммунистической собственности решается именно построением материально-технической базы коммунизма. Только что такое ваша материально-техническая база коммунизма? Вы сами же объяснить внятно не сможете. Чем-то Микоян Маршалу напомнил ораторов-меньшевиков, с которыми он спорил на митингах в 1905 году. Но тогда он мог спорить. Сейчас ему слова никто бы не дал. В новой программе показано, что на период генеральной перспективы удовлетворения потребностей граждан будет осуществляться как через заработную плату, основную форму распределения, так и через быстро растущие общественные фонды потребления, которые должны иметь такую направленность, чтобы они не противостояли принципам материальной заинтересованности, способствовали решению ряда крупных проблем строительства коммунизма. По произведенным расчетам, к концу 20-летнего периода обе формы будут занимать примерно равное положение в системе распределения. А затем общественные фонды потребления начнут превалировать. Такая линия дает возможность правильно сочетать социалистическое распределение по труду с политикой ликвидации экономического неравенства, которое у нас пока еще осталось. С чем вас, товарищ Микоян, можно и поздравить. Идея материальной уравниловки Троцкого стала основой построения коммунизма. Повеселил еще Косыгин. В проекте генерального плана предусматривается рост производства товаров народного потребления в таких размерах, что примерно к 1970 году мы превзойдем уровень самых развитых капиталистических стран по выпуску товаров на душу населения, в том числе и США. Это уже была откровенная брехня. Хрущевские реформы без возврата к сталинским принципам в экономике такого шанса стране не давали. Рост экономики затормозился в разы. Это был намеренный обман с целью окончательной дискредитации социализма. Никакой другой социалистической экономики, кроме сталинской, быть не могло в принципе. Поэтому все выступающие изливали в отношении вождя ядовитую слюну. Все до одного. Им мешало даже его имя. 23 октября утреннее заседание съезда началось с приветствия от зарубежных компартий. От японской выступил Садзо Насака, от американской Элизабет Флинн, от германской Макс Рейман. Испанских коммунистов, конечно, представляла Долореса Барури, финнов Вилли Песси. Все, кроме японца, клеймили позором албанских коммунистов, которые не поддержали курс 20-го съезда КПСС. Первый маршал смотрел на эту публику с презрением. Ценой предательства своих коммунистов у этих лидеров появилась финансовая прикормка от советских оппортунистов. Пройдет совсем немного времени, и их компартии превратятся в микроскопические маргинальные кружки любителей рассуждать о марксизме. Партизанский отряд с предателем во главе обречен. После зарубежных гостей выступила Ткачиха Гаганова. Ее сменил председатель Совета Министров РСФСР Полянский, рассказавший сначала о грандиозных планах, рассчитанных на 20 лет. Выработка электроэнергии возрастет в 10 раз и достигнет 2 триллионов киловатт-часов. Значительное развитие получат топливная промышленность и металлургия. Добыча нефти увеличится более чем в 4 раза. Газа в 14 раз. Выплавка стали в 4 раза. Черная металлургия превысит нынешний уровень всей металлургии Соединенных Штатов Америки в 1,7 раза. Исключительно высокими темпами будет расти химическая промышленность. Ее продукция увеличится в 12-13 раз. Колоссальных масштабов достигнет машиностроения. Конец цитаты. За 20 лет или осел заговорит, или по дешах умрет. Вспомнил первый маршал пословицу. У вас сегодня темпы прироста промышленности упали так, что максимум через 5 лет вы и вспоминать перестанете, что обещали народу через 20 лет коммунизм построить. Наконец Полянский дошел до главного в своем докладе. Восстановив ленинские принципы партийного и государственного руководства страной, Центральный комитет пробудил в народе могучие силы. Только антипартийная группа Молотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова и других пыталась помешать этому. Выступала буквально против всех мероприятий партии по всем важнейшим вопросам внутренней и внешней политики. Дальше. Гнусная ложь на уровне сплетен базарной торговки о Вячеславе Молотове. Потом. Следует сказать и о поведении товарища Ворошилова, как участника антипартийной группы. Всем известны его прежние заслуги перед Родиной, поэтому Центральный комитет партии очень снисходительно отнесся к нему. А ведь вы, товарищ Ворошилов, играли активную роль в этой группе, хотя и говорите, что вас черт попутал. Мы думаем, что черт тут ни при чем. Вы хотели замести следы своего участия в эпрессиях против ни в чем не повинных людей, особенно против кадров военных руководителей, известных всей стране. Будучи членом антипартийной группы, являясь ее активным участником, товарищ Ворошилов вел себя дерзко, грубо, вызывающе. В критические минуты он даже отказался встретиться с членами Центрального комитета партии, требовавшими созова пленума Центрального комитета. Он забыл о том, что его избрали в президиум Центрального комитета и, следовательно, могли лишить этого высокого доверия. А как он вел себя на пленуме ЦК? Напомню только один момент. Когда Кагановичу было предъявлено обвинение в массовых репрессиях на Кубани, проводившихся по его указанию и при его личном участии, Ворошилов выступил в защиту Кагановича, вскочил с места и, размахивая кулаками, кричал «Вы еще молоды, и мы вам мозги вправим». Мы тогда ответили на его реплику «Успокойтесь, ЦК разберется, кому следует мозги вправлять». Так что вы, товарищ Ворошилов, не прикидывайтесь Иваном, не помнящим родства. За антипартийные дела вы должны нести полную ответственность, как и вся антипартийная группа. Блокнот первого маршала полетел через стол президиума. С грохотом опрокинулся резко отставленный стул. Через весь зал абсолютно седой 80-летний старик, сохранивший солдатскую выправку, твердым шагом пошел к выходу. Перед глазами первого маршала были нерастерянные лица делегатов съезда. Ему виделись ошеломленные физиономии немецких солдат Кайзера, когда он поднял в атаку на их цепи, в первую в своей жизни атаку, бойцов луганского партизанского отряда. После испуганного перешептывания между членами президиума председательствующий объявил 30-минутный перерыв. Бросились искать и уговаривать маршала вернуться. Его нигде не было. Последний, присутствовавший на съезде солдат революции, ушел. На следующий день Никита Хрущев зачитал им же сочиненное покаянное письмо Климента Ефремовича Ворошилова, который якобы плохо себя почувствовал и поэтому в работе съезда больше принимать участие не смог. Потом выжившая из ума Кликуша, назвавшая себя старой большевичкой, рассказала о явлении ей во сне самого Ленина, потребовавшего якобы убрать из мавзолея Сталина. Из партии исключили Молотова, Кагановича и Маленкова. Делегация китайских коммунистов, это сборище, уже окончательно скомпрометировавшая себя, как гнусное троцкистское хвости, покинула в знак протеста. История коммунистической партии Советского Союза завершилась. После 22-го съезда КПСС от блока социалистических государств откололись СССР и Республики Восточной Европы, став на путь реставрации капитализма. Начиналась история драматической борьбы коммунистической партии Китая, выстоявшей в этой борьбе почти против всего мира после предательства КПСС идей коммунизма. А что же наш главный герой, Климент Ефремович? Последние годы Климент Ефремович посвятил написанию книги о революции. Его рассказы о жизни нельзя назвать автобиографией. Работа гораздо шире биографии автора. Издана только первая часть, охватывающая время до поражения революции 1905 года. Объясняют, что автор не успел работу завершить. Так же, как и Семен Михайлович Буденный свой пройденный путь довел только до середины. Молотов после изгнания из партии всю жизнь работал. Что-то писал, но ничего не осталось. Еще в 1959 году первый маршал похоронил жену. Екатерина Давидовна очень сильно болела, у нее обнаружили рак. До последней минуты Климент Ефремович был у изголовья жены, старался облегчить ее мучения. Пел ей песни их молодости. Сын друга Тимур Фрунзе, любимец семьи, летчик-истребитель, погиб в 1942 году, прикрывая подбитый самолет своего товарища от четверки мессеров. Татьяна Фрунзе, сестра Тимура, стала профессором, доктором химических наук. Дети погибших в гражданскую войну друзей из рабочих, Петр и Леонид, усыновленные Ворошиловыми, тоже стали достойными людьми. Петр Климентевич, генерал-лейтенант, конструктор, один из создателей танка КВ. Леонид Нестеренко, профессор Харьковского политехнического института. Испугавшись роста влияния КНР в мировом коммунистическом движении, Центральный комитет КПСС произвел замену одиозного Хрущева на более нейтральную фигуру Брежнева. Антисталинская риторика ушла из официальных партийных документов, имя Ворошилова стали использовать для прикрытия своего ревизионизма, одновременно вымарывая его из истории страны. Появилась омерзительная блокада. Потом были сняты фильмы о Великой Отечественной войне, где он представлен неумелым полководцем. Умер Климент Ефремович 2 декабря 1969 года. В стране был объявлен траур. Политическое руководство еще боялось народа. Поколение тогда живущих советских людей хорошо помнило первого маршала. Тело Ворошилова провезли на орудийном лафете мимо трибуны мавзолея, на котором с испитыми мрачными лицами стояли члены политбюро ЦК КПСС. Прощальную речь меньше чем на две минуты выдавил из себя сквозь зубы министра обороны Гречко. Брежнев отмолчался. Слишком сильно ненавидели он и его шайка первого маршала. Одним своим существованием он их компрометировал. Я не верю в предопределение, но я благодарен своей судьбе за то, что мне выпал именно тот путь, который мне довелось пройти. Нет выше доли рабочего человека и солдата революции. Климент? Ефремович Ворошилов Мне не хочется ничего добавлять к этому. Да и нечего. До новой встречи, друзья. Быть добру.